Сфера ЖКХ традиционно вызывает у жителей много вопросов и претензий, поэтому неудивительно, что власти Московской области обращают на проблемы коммунального хозяйства самое пристальное внимание. Именно поэтому подмосковные депутаты решили провести в Щелковском районе выездное заседание профильного комитета Мособлдумы. Задача попытаться найти решение по самым спорным ситуациям. В совещании также приняли участие представители Министерства ЖКХ Подмосковья, власти Щелковского района и представители общественности. Наиболее остро перед муниципалитетом на данный момент стоит проблема задолженности управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями. Местные власти четко дали понять собравшимся, ресурсники недополучают свои деньги по вине недобросовестных управляющих компаний, которые аккумулировали деньги на своих счетах. При этом каждая под своим предлогом прекратила выплаты поставщикам ресурсов. Администрация по закону не может вмешаться в дела хозяйствующих субъектов, поэтому местные власти обратились в правоохранительные органы. Результаты этой работы уже есть. В управляющих компаниях прошли проверки. На данный момент определенный базовый потенциал этой работы есть. Мы открыли все. Мы открыли администрацию, открыли ДЭС. Единственное, кто до сих пор закрывается, это некоторые управляющие компании, у которых до конца еще не зят документация. В любом случае, работа правоохранительных органов будет вестись. Затронули собравшиеся и важнейший для района вопрос работы Московского областного единого информационного расчетного центра. Власти и общественность высказали руководству ЕРЦ все претензии относительно некачественной работы. Среди них и непонятные задолженности в квитанциях, исправление в базу, по которым центр не может внести уже долгое время, и неудовлетворительная работа с населением, и недостаток дополнительных отделений КАС. У представителей МОС облдумы вызвал возмущение тот факт, что областной ЕРЦ перед выходом на работу в район не проверил корректность базы и не провел работу в тестовом режиме. Теперь, чтобы снять проблему, по мнению подмосковных депутатов, расчетный центр должен построить тесную работу с управляющими компаниями, которые, в свою очередь, просто обязаны помочь ЕРЦ восполнить пробелы в некорректной базе данных. Сегодня на этом рынке этой услуги остается энное количество управляющих компаний, и с ними надо собраться, пригласить тот же МОС облдумы и выяснить все эти моменты нестыковок. Руководство МОС облдумы ЕРЦ заверило собравшихся, что расчетный центр к майским праздникам справится с проблемной базой данных. Тем не менее, власти оставляют этот вопрос на своем контроле. Главное – это порядок в получении платежей и удобства для жителей района. Представители МОС облдумы ЕРЦ заверили, что в ближайшее время, до 1 мая, они урегулируют ситуацию и с работы офисов, где принимаются платежные поручения, и с доставкой платежных поручений, и с тем, чтобы эти платежные поручения выставлялись корректно. Это наведение элементарного порядка, чтобы люди не бегали с платежками, не зная, куда кому платить, а четко отработали все структуры на сегодня, и люди должны знать, куда идти и как платить. Мария Смирнова, Игорь Поляков, Сергей Максимов, телерадиокомпания Щелково.